Как осуществляется контроль качества пищевой продукции, лекарственных средств и медицинских изделий? Есть ли контроль за оборотом природных ресурсов в регионе? Эти вопросы обсудили сегодня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. За пять месяцев 2020 года в Центре гигиены и эпидемиологии Чувашии исследовали более 5000 проб пищевой продукции. Проверка идет на содержание основных химических загрязнителей, представляющих опасность для здоровья человека. Нитраты, пестициды, токсины, а также на наличие антибиотиков, ГМО и других. Ежемесячно мы проводим мониторинг производственных показателей пищевых и доработающих предприятий. Также в еженедельном формате загружаем в систему мониторинга и прогнозирования Минсельхоза России ценовую информацию и продовольственные балансы. Это дает возможность контролировать ситуацию в отрасли. В этом году вплотную проверили качество овощной продукции. Протестировали почти 600 проб. И только одна не отвечала нормативным требованиям по содержанию нитратов. Патогенных микроорганизмов не нашли ни в одной пробе. В Чувашии планируют открыть филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, что позволит снизить расходы на проведение исследований. К тому же появится возможность оказывать услуги ближайшим регионам по сертификации широкого перечня продукции и семян сельскохозяйственных растений. Еще один важный вопрос – ценовая политика в сфере обращения алкогольной продукции. Олег Николаев поручил рассмотреть возможность установления минимальной розничной цены на алкоголь, применив опыт соседних регионов – Татарстана и Мордовии. Этот процесс нам надо организовать таким образом, чтобы обеспечить прозрачность рынка, нормальный, свободный оборот товара, но и с другой стороны, с самого данного, обеспечение качества этой продукции, в том числе через защиту производителей, прежде всего, отечественных. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика.